Всем привет, вы на канале CryptoCommons, всех с Хэллоуином и, конечно же, с днём рождения биткоина, ребята. Сегодня знаменательный день. Исполнилось 13 лет со дня публикации White Paper, первой криптовалюты. 31 октября, в Хэллоуин, что символично, 2008 года некий человек или группа людей, или, как говорят ещё, возможно, пришельцы или спецслужбы, или американские торовые морячки, или даже искусственный интеллект под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал белую бумагу биткоина. И на самом деле, ребята, этот выпуск будет только про биток. Отбросим щиткоины, давайте всё-таки поговорим о бате. Отбросив всю спекуляцию, конечно, мы курс с вами тоже обсудим, тем более он немножко просел сегодня, но вот на этом графике даже этого не видно. Но отбросив всю спекуляцию, это очень крутая технология, потому что это полностью пиринговая версия электронных денег, которая позволяет отправлять онлайн-платежи напрямую от одной стороны к другой, минуя финансовые учреждения, ребят. Вы понимаете вообще, как это круто? Потому что все предыдущие попытки сделать такой финансовую систему, были там всякие Екэш и прочие, там PayPal, это всё-таки централизованная история, и там возможны двойные траты, как в банках, понимаете, заморозки, всякие махинации. А биткоин устранил проблему двойных трат, поскольку это абсолютно децентрализованная одноранговая сеть, грубо говоря, как торренты. То есть это распределённый реестр, в котором ничего нельзя подделать, понимаете? Поэтому посмотрите ещё раз на вот эти правила биткоина. Это гениальнейшая вещь. Ваши биткоины у вас, если вы их правильно храните на холодном кошельке, конечно же, или на аппаратном кошельке, нельзя конфисковать без вашего согласия. Нельзя цензурировать, то есть нельзя вам запретить их кому-то отправлять. Нет инфляции, то есть дефляционный актив, да, нельзя напечатать ещё кучу левых биткоинов так, чтобы это забрало ценность из ваших, как происходит с фиатными деньгами. То есть обратите внимание, сейчас цены взлетели в 5 раз, соответственно, вас из ваших же карманов ограбили на 80%. Ну и четвёртое правило – любой желающий может убедиться в работе правил 1 и 3, то есть абсолютно децентрализованная сеть с открытым исходным кодом. Прекраснейшее изобретение, которое ставит под сомнение вообще целесообразность и надобность в традиционной финансовой системе, в банковском секторе и вообще в долларе США в принципе. Вот такая вот ситуация, ребята. Ну вам, наверное, конечно же, интересно, куда идёт цена, когда to the moon, почему мы так долго стоим во флете, вот в этом флете 60-30, да, о котором, кстати, я вас предупреждал ещё вот здесь, на этой коррекции. Давайте вместе подумаем, почему и когда мы всё-таки уже улетим на Луну и на какую. Смотрите. Ну, во-первых, то, что все настроены скептически и мало кто на самом деле лонгует. В YouTube вам подают инфу, как будто бы все лонгуют. Вы говорите, вот, блогеры, все в лонге, разве всем дадут заработать, всех побреют, типа, упадём. На самом деле это не так, это вам создаёт такую иллюзию. Блогеры просто это не бабушки, не домохозяйки. Они хоть что-то понимают, нормальные блогеры, и доносят вам эту информацию. Скажите им спасибо. Хотя многие блогеры, кстати, топят за ту за дно сейчас, особенно наши СНГшные. Пока так происходит, на самом деле, биток всё ещё будет расти. Потому что, смотрите, вот, например, Исаак Миллер, которого мы переводили, чувак 9 лет назад лонговал биток по 100 долларов. Посмотрите отрывочек из этого видео. Я сейчас здесь наблюдаю, как творится история. Биткоин сейчас стоит 111 долларов. Это all-time high, и он продолжает расти. Я видел, как он пробил максимум 3 раза сегодня, дошёл до 110. Это самая высокая отметка, это невероятно. Последняя сделка. 189 биткоинов по 111 долларов. Блин, это невероятно, по-моему. Просто посмотрите на этот график. Вы видите этот график? Это последние 3 часа. Вот, понимаете, да? Тогда тоже люди скидывали и радовались. Люди вот в old bitcoin твиттере, люди пишут, вау, как круто, я продал биток там по 700 долларов, там по 1000, или вот я не купил биток по 700 долларов, а теперь он уже 1000, не покупают. Понимаете, люди всегда говорят, что уже дорого. При ближайшем рассмотрении на TRDR.io, при помощи моих любимых индикаторов order book overlay и top levels, мы видим, что биткоин сейчас находится в зоне интереса. Посмотрите, сколько заявок на покупку лимитных собрано и абсолютное отсутствие продавца. Так что сейчас, возможно, что он чуть-чуть опустится, но я думаю, что этот покупатель вытолкает цену наверх, как обычно и бывает. Потому что, когда у нас есть продавец, тогда мы можем немного скорректироваться. Хотя продавца тоже могут вынести, конечно, это все работает не так же прямо идеально, но в целом, когда у нас есть покупатель, то цена идет наверх. И это логично, потому что это спотовые заявки. Это не путать с фьючами. На фьючах все работает наоборот. Когда все покупают, цена падает. Когда продают, цена растет. Потому что спекулянтов стригут, а на споте делают противоположные сделки. Вот. Поэтому, смотрите, в принципе, очень сильный покупатель. Сейчас у нас, опять же, вот в этой зоне 52-57. Очень сильный покупатель. Сидит заинтересованный в том, чтобы цена, естественно, шла наверх. Как вы можете догадываться. По фундаментальным ончейн индикаторам, посмотрите, difficulty ribbon. Это у нас сетка, которая зависит от сложности майнинга. Посмотрите по ней, в каком мы сейчас интересном находимся месте. Она только-только поджалась и выходит из капитуляционного значения. Видите, когда синяя штука внизу. Смотрите, что было в предыдущие разы, когда мы выходили из таких значений. Вот этот момент на графике. Абсолютное дно. И вот этот момент на графике. Опять же, в двухпиковом цикле в 2013 году абсолютное дно. Видите, дальше какой следовал сильный рост. Поэтому difficulty ribbon абсолютно указывает нам на то, что мы еще даже близко не к конца булрана. Опять же, difficulty ribbon compression, то есть сжатие этой сетки, тоже находится в накопительной зоне. Посмотрите, вот эта зеленая зона внизу, зона накопления. Каждый раз, когда мы были в ней, это было либо дно, либо продолжение, то есть второе, третье дно. Но никак не пик цикла, потому что пик цикла находится наверху. Как вы можете сами видеть. Модель stock to flow, опять же, наша любимая с вами, прогнозирует нам цену в минимум 100 тысяч долларов. Это как бы средневзвешенную цену. То есть обычно мы ее обгоняем в 2-3 раза. Посмотрите, вот эта белая линия. На пиках булрана мы уходим сильно выше нее, как вот здесь, так и здесь. И потом только уже к середине медвежьего рынка возвращаемся к ней, и потом падаем под нее. Сейчас мы еще даже близко ее не перегнали. Поэтому по модели stock to flow тоже у нас сейчас самый-самый лютый момент роста. Самый экспоненциальный момент роста. Конечно же, мы на следующем медвежьем рынке можем вернуться туда же, где мы сейчас. Может даже чуть ниже. Но это еще будет не скоро, ребята. Отдаление от прогнозируемой цены stock to flow. Тоже мы находимся в супер привлекательной зоне все еще для покупок. Посмотрите, мы не в красной зоне. Мы даже не на нуле еще. Мы очень-очень на самом деле перепроданы и отстаем от реальной средневзвешенной цены по этой модели. Тем временем в краткосроке сейчас мы видим коррекцию. Да, посмотрите. Вот у нас тут был сквиз на 56, на 57 тысяч. И сейчас мы снова видим коррекцию на часовом таймфрейме. При том, что стахастик у нас уже лежит в перепроданности. И коррекция, скорее всего, это просто вытяхивание всех лишних пассажиров, всех маржинальщиков. Потому что так всегда было и будет. Мы можем легко, мы можем дипануть даже на 52 тысячи в худшем сценарии, понимаете? Но можем и не дипануть. Поэтому тут надо, конечно, исходить больше из реальности, чем из своих ожиданий, своих фантазий. Реальность такая, что биток у нас растет. Последнее локальное дно у нас было это 40 тысяч. Даже больше, да? Там 41-42. И если мы врубим 4-х часовик, то позапрошлое локальное дно у нас было это 30 тысяч. И логично предположить, что даже если мы сейчас идем в коррекционную волну, то новое дно будет опять же где-то в районе 50 тысяч. Может быть, если мы будем корректироваться. И может быть очень резкой шпилькой с последующим отстрелом дальше наверх. Это может быть, если сейчас есть задача сквизануть маржинальщиков. Поэтому вот эта зона, на мой взгляд, очень интересная для агрессивных покупок. И то не факт, что мы до нее дойдем. Еще раз повторяюсь. Опять же, мы видим очень сильные отстрелы по альткоинам, которые мы с вами вчера рассматривали. Так что все может быть гораздо круче. И это дно может оказаться гораздо выше. Новое дно, скажем, это могло быть, в принципе, уже оно вот здесь. Или чуть ниже мы можем опуститься и потом полететь. Поэтому в любую минуту надо быть готовым к тому, что мы летим на 70 тысяч и выше. И уже там ищем новое справедливое значение цены. Потому что технически all-time high мы уже переписали. Как вы можете видеть, all-time high мы уже переписали с вами вот здесь. И сейчас просто идет поджатие к уровню. То есть повышающиеся минимумы, уровень сопротивления, который обязательно должен быть пробит. Чисто по теханализу. Опять же, индикатор reserve risk показывает нам, что мы вышли из зоны аккумуляции, но еще не дошли до зоны распродажи. Как вы можете видеть вот здесь по предыдущим циклам. Мы вышли из зоны аккумуляции и уже находимся в фазе экспоненциального роста. Как вот здесь и вот здесь. Но то, что этот рост еще не закончен, я думаю, вам очевидно видно. Из этой метрики тоже. Ну и потом мы, в принципе, видим с вами, что количество адресов растет. Количество пользователей сети увеличивается. Массовой истерии, такой, как была в 2017, даже нет. Еще и близко. Плюс есть уже гораздо более подкрепленный фундаментал. То есть когда все спекулировали, что биткоин это пузырь в прошлый, в позапрошлый цикл, биткоин в итоге доказал, что нифига это не пузырь. Пузырь это, скорее всего, все эти тысячи щиткоинов, которые его сейчас окружают. И, естественно, как было и с акциями компаний двухтысячные, останутся только настоящие гиганты. Амазоны, гуглы, эплы. Также в крипте останутся биткоин, эфир там и какие-то еще стопудовые монеты. А все это остальное уйдет к нулю. И оттуда же ликвидность обязательно перетечет в биткоин. Потому что, понимаете, сейчас у нас капитализация всего крипторынка. Уже, кстати говоря, тихо и сапами приближаемся к 3 триллионам, пока там все что-то трейдят. А биткоина капа всего триллион. Поэтому, конечно же, весь этот щиткоин максимализм уйдет в небытие. И доминация биткоина обязательно отожрется обратно. Но пока, об этом говорить преждевременно, пока у нас бычий рынок, как известно, доминация биткоина падает. Что мы сейчас, собственно, и видим происходит. Но это ненадолго. Это только пока рынок бычий. А когда он станет медвежьим, я думаю, что доминация биткоина снова возрастет. Потому что все нормальные люди переливать будут профит в биток. Ну а на логарифме все у нас по-прежнему. Мы идем с вами своим чередом. Посмотрите. На дневном таймфрейме мы видим небольшую коррекционную структуру. Да, у нас красные свежечки дневные. И мы вроде как идем на ретест этой важнейшей линии сопротивления, которую мы пробили, середины канала. Но на недельном таймфрейме этого даже не видно, этой суеты. А у нас просто зеленые свечки хайка наши, которым я доверяю больше, чем дневным. И исторически я вам уже говорил, что когда мы пробиваем эту линию и закрепляемся над ней, это очень мега бычий знак. Как было вот здесь уже и как было вот здесь. Когда мы повторно пробиваем эту линию, а первый раз я напоминаю, что мы ее пробили вот здесь, откорректируюсь и сейчас пробиваем ее повторно. Вы можете видеть сами, что после такого движения происходило на рынке. Мы шли уже прямо до верхней границы нашего канала. Соответственно, чего сейчас и следует ожидать, на мой взгляд. Поэтому нет причин паниковать. Всех неверующих накажут. Они потом купят вот здесь. А мы с вами частично продадим. А частично оставим в ходу, как говорится, до талого, уже до следующих циклов. А если у вас все еще нет почему-то биткоина, то вы можете прокрутить вниз этого видео и найти там ссылки на рабочие обменнички, на которых вы можете очень по-хорошему курсу купить прямо себе со своей банковской карточки, заведя кошелечек. Вот хорошие кошелечки бесплатные Exodus, Ledger. Можете заказать себе аппаратный или Trust Wallet. Переписать обязательно приватную фразу, чтобы не потерять свою крипту. И хранить там свою крипту. Также, конечно же, ссылки на все биржи, промокодами с бонусами для вас. На всех биржах бонусы действуют. Просто я их не пишу, чтобы не мерцало здесь. Бонусы на депозиты. Ну и к разговору о том, что HODL побеждает любой трейдинг, просто посмотрите мой скрин из обменника 2016 год, 2017. Просто посмотрите ценник. 22 тысячи рублей, пол биткоина. Вот и все. Поэтому никакой трейдинг никогда вам не пронесет столько профит ролей, сколько тупо HODL. Поэтому обязательно убедитесь в том, что у вас большая часть портфеля – это HODL. Лежит на кошелечке, на холодном, на аппаратном ли. И торгуйте маленькой частью объема. Будет получаться, профит будете выводить. Не будет получаться, ничего страшного, немножко проиграете. Так тоже бывает. Не бывает так, чтобы каждый день вы зарабатывали. По-любому будут убыточные сделки, так что это нормально. Старайтесь большую часть инвестировать в себя и в свое будущее. Поэтому, ребята, не финансовый совет, дисклеймер. Спасибо, что смотрите. Это канал Crypto Commons. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. И посмотрите больше фундаментальных видео про биткоин, чем спекулятивных. Например, маэстро Андреас Антонополоса, который реально является биткоин-евангелистом, и рассказывает, что к чему и почему. Я думаю, вам будет полезно. Всем профит ролей. Терпение. HODL побеждает. Субтитры создавал DimaTorzok